Делегаты уси Беларуского народного схода протягивают со встречи в працованных и навышальных коллективах. Сегодня своими думками об ситуации в Украине и шляхах ее развития с наученцами Державного колледжа Мастацких промыслов поделился депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Виталь Уткин. Гомельский Державный колледж Мастацких промыслов установил в значной ступени особливое. Усе без выключения выкладчики, наученцы и люди творшие со своим бачением о звычайных речах. Их мета – створать, а не разбурать. Существенная молодость у своей большинства николи не была об Ияковой Талес Украины. Мы должны не только научать их знаниям, умениям и навыкам, но и рассказывать им об общественном строе, политическом строе нашей страны. Мы должны им донести информацию, что они должны интересоваться системой нашего устройства государства и что происходит в нашей стране. Ведь это тоже очень важно. Если наша молодежь будет в стороне, то завтра они не смогут построить наше здоровое будущее и нашу процветающую Беларусь. По часу встречи новученцев колледжа с депутатом Палаты Простовников, делегатом 6-го Всебеларусского народного схода Віталем Уткиным, размова об ситуации Украине. Забороненных темням, при этом депутат только агучвая факты. Выводы повинны робить сами новученцы. За что на самой справе змагаются удельники протестных акций? Как створается фейковая информация? Про везение в Беларуси чемпионату света и какие страты может понести до его адмены беларусский приватный бизнес? Виталь Уткину, у кого подчас Великой Айчины загинули обо два деда, закликая памятать «Мы – нашатки поколения пераможцу». Всегда должны помнить, что в нашей молодежи и в нас течет кровь победителей Второй мировой войны. Поэтому эти основы фундаментальные должны усвоить молодежь, на чем их жизнь строится, какой фундамент старшее поколение сюда вложили и что нужно ценить и разбираться во внешней политике, которая зачастую является спекулятивной. И сегодняшние СМИ, интернет-ресурсы – это не сравнить то, что было в наше время. Сегодня абсолютно другие спекулятивные моменты идут, которые пытаются использоваться в определенных целях, определенная группа лиц, которая в целом не заинтересована ни в развитии молодежи Республики Беларусь, ни в целом в развитии нашей страны. Выпускники Гомельско-Зержавного колледжа мостатских промыслов отрымливают дипломы мостака-наставника и дизайнера-наставника. И когда на первых курсах наученцы больше думают об освоении профессии, то на опошнем уже улучшают бачение перспектив своего працуладкования. Покидать краину не сбирается никто. Для этих молодых людей Беларусь родима, где за все дым можно стать поваженным профессионалом. Моя профессия непосредственно будет связана с дизайном, с предпочтениями потребителей. Мне надо будет угадывать тенденции, людские какие-то интересы и делать обычные вещи необычными и интересными для потребления. Поэтому в творческом плане я считаю, что дизайн очень важная профессия. И я очень рад учиться по этой специальности, потому что есть большое желание творить и работать в этой сфере. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадиокомпания «Гомель».